Казахстан стал лидером на фармакологическом рынке России. Наша страна потеснила на пьедестале Беларусь, которая долгие годы была основным партнером Москвы в сфере фармакологии. В Минске такую рокировку встретили в духе конкурентной борьбы. Белорусы сейчас пытаются вернуть утраченные позиции. Однако, по мнению экспертов, сделать это, по крайней мере, в ближайшее время будет очень сложно. Из Минска материал нашего корреспондента Дмитрия Лукша. Более пяти лет Беларусь для России была признанным лидером в сфере медицинских препаратов. Абсолютное большинство продаваемых лекарств приходило в Москву и провинцию из Минска. И только в этом году пьедестал сменил позиции призеров. Астана, которая до этого входила в пятерку стратегических партнеров России, вырвалась на первое место. По словам российских аналитиков, Казахстан пошел по простому и от того рациональному пути. Среди новых препаратов, поступающих на российский рынок, крайне мало таких, которые в действительности являются инновационными. Синтез принципиально новых лекарственных веществ в целом явление редкое. В этом бизнесе главное не столько новое, сколько хорошо сделанное старое. Здесь удивляться абсолютно нечему. В фармакологии качество это все-таки святая истина. И речь идет о здоровье людей. А у Казахстана достаточно большой, богатый 20-летний опыт в этой сфере. Поэтому их продукция и вышла в лидеры рынка. Я бы не сказала, что белорусы прямо опустили руки. Но это здоровая конкуренция и позиция Казахстана сейчас, конечно, сильнее. Одна из важнейших тенденций последнего времени – разработка новых форм лекарственных препаратов, трансдермальных и ингаляционных. Особое внимание уделяется селективному введению препарата, целевой доставке к месту воздействия. Именно в этих вопросах, по мнению аналитиков, и преуспела Астана. Несмотря на потерю фармакологической Москвы, Минск пока остается лидером фармрынка ЕАЭС. Однако и здесь не все гладко. В первом полугодии этого года доля белорусских компаний снизилась относительно показателей года минувшего. На пятки наступает все тот же Казахстан. По нашим данным, за последние полгода доля Беларуси по поставкам в Россию составила 70%. В прошлом году эти показатели были равны 92%. А что касается Казахстана, то доля их компаний выросла с 7 до 29%. Скачок для обоих государств очень серьезный. И пока Казахстан продолжает сохранять свои позиции, и видимых конкурентов на данном этапе у них нет. В то же время эксперты отмечают, что прямой конкуренции между Минском и Астаной нет. Все-таки фирмы обеих стран специализируются на поставках лекарств разной модификации. Однако важным звеном в этом вопросе являются и российские фирмы. Именно с ними приходится конкурировать и казахстанцам, и белорусам. Однако Астана в этом вопросе проявила себя более активным партнером. Дмитрий Лукша, Константин Неконоров, Хабар-24, Минск, Беларусь.